ПЕСНЯ ПЕСНЯ Богослови Господи, будь милой святой. ПЕСНЯ Продолжаем дальше Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 по 5 стихи. ПЕСНЯ Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую я имел, у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира. ПЕСНЯ Ибо на небесах Он был прославлен, будучи поклоняем от ангелов, а земля не знала Его. А как Сын всем возвестил о Нем, то и говорит, Я прославил Тебя, посеяв богопознание по всей земле и совершив то дело, которое Ты поручил мне. Ибо дело воплощения Ненародного было осветить нашу природу, низвергнуть миродержца, которого прежде боготворили, насадить богопознание между тварями. Как же Он завершил это, когда еще и не начинал? Все говорит, что мне нужно было сделать, я завершил. Да, Он сделал то, что больше всего всадил в нас корень добра, победив дьявола, и самого себя предал всепожирающему зверю-смерти. А от этого корня по необходимости пойдут и плоды богопознания. И так говорит, я завершил дело, потому что Я посеял, посадил корень, а плоды вырастут. И естество плоди еще не было прославлено, так как оно не сподоблялось еще ни тление и не приобщалось к царскому престолу. Посему Ты и говори, прославь меня, то есть мое человеческое естество, которое теперь и в чести, которое будет распито, и возведи оно в ту славу, которой Я, Слово и Сын Твой, имел у Тебя прежде бытия мира. Ибо естество человеческое Он с собой посадил на престоле царства, и теперь поклоняется Ему вся тварь. Я открыл имя Твое человеком, но мы много раз говорили, что если тогда имя Божие и было известно, то одним только иудеям, и при том не всем, а теперь говорится о язычниках, что им будет известно имя Божие, так как Христос дал уже семена богопознания, не изложил дьявола, введшего и долослужения. Иначе, если и знали Бога, то знали не как Отца, а только как Творца. Но Сын возвестил о Нем, как Отец, и словами и делами дав знать о Самом Себе. А кто доказал Само Себе, что Он Сын Божий, тот, очевидно, вместе с Собою дал знать и об Отце. Тут толкование читаешь, что не совсем все понимаешь. Хорошо, что честно сознаешься. Да, ну потому что Евангелие Тиан, оно сложно. Здесь еще не нужно сказать, кроме как запомнить, и никуда решили. Все, все стремились, никому это не расскажешь, до себя знай, и никого уже не будешь. Вот где верить. Когда взял, все было в истории, втихе. И когда спросят, а там вопрос, не будешь, и просто откроешь, посчитай, верит или не верит. Поэтому запросили все это. Никто из опросов об этом не говорил, никто. И сейчас спор. И у нас примерно, пожалуйста. Это вы. Первое, это вообще обходить надо. Не раздевать, не проповедовать, еще раздевать. Вот как сосал Владимиром в голову. Учевики задали вопрос. Он ответил, как есть. Запечатали, может быть. Он человек, по всем черный. А если подачали дальше спрашивать, что человеку свойственен. Он по красоте спорят, ответил, да, так. Я ответил, так, правильно. Но об этом нельзя разговаривать. Как так? Ну, я тебе это сказал, Андрей, даже это попросту задаваю. Это молитва. Христа, перестрадания, да, с небесного. Проверить нельзя. Не добавить нельзя нигде не было. Ни одним местом писания не подтверждается. Никак. Или веришь, или не веришь. А то мусульмане это место вообще не принимают. И поэтому доказать ничего нельзя. Ты молишься, вдруг Бог откроет. Говоришь человеку, даже что может доказать. Он не верит. Мы в Абрусземеле, баррикадная 34, у Павла. Там собрались баптисты. Притом баптисты из отделенных. С нами в очень хороших отношениях. Пышнерчук, Иван Данилович и его сыновья. Все такие просто замечательные ребята. И вопрос. Бог не требует служения рук человеческих. Он объяснил это все. И они все длины. Но это шаг. Но шаг очень важный. А беседа в 2001 царстве. И тут их мать пришла. Только зашла и увидела, что крест с ним взяла. А Бог не требует служения рук человеческих. А я говорю, мама, мы все объяснили, нам не надо. Как не надо? То есть они сегодня утром одинаково были. Здесь она заходит уже не одинаково. И нетерпимость теперь уже с ее стороны. А нет еще в этом царстве. Фактически никто не придет. Но тема была раскрыта. И вот уезжают они. Уезжают в Америку. Куда-то поехали. Где-то там в горах. И машина сломалась. Нужна деталь. Все уехали. А Николай остался один. Остался один. Делать нечего в машину. Он уходит, гуляет. И вдруг припомнилось ему, как они сидели. Там 20 лет назад. И в него запах, как будто шибер, то купол этот темный снял. Ему все открылось, как я говорю. И он буквально сразу позвонил. Так вы же правду говорили. Тысячное это царство идет. Да как мы можем так? Все в аптестах заблуждение. Семя росло. И никто не знал. Он сам не знал. Лужа была отщелкнуть от всего. Никаких забот. Он остался один. А тем ехали, им ничего не открыто. Вот и считай, кто выиграл. И он сразу стал своим говорить. И свои сразу на него направились. Еще православным предался. Он говорит. Идет царство. Оставьте расти вместе до жатвы. А вы на тысячу лет раньше восхищение у вас. До жатвы. Жатва причина век. Тут уже поясняли все. И сразу он прошел свои. Начало семья его приняла. А другие нет. Это он как-то не движет. Изводит. И вот здесь тоже. Нельзя отвечать. Искусился отец Владимир Головин. Ответил. Все буквально на него сразу бросились. Это ты о ком говоришь? Ты думай. Уже сказано. Разнеслось по эфиру. Хотя при рассуждении он ответил на 100% правильно. Нельзя рассуждать на эфиру. И нигде не написано, что нельзя. Я должен догонить до этого сам. Потому что меня бьют. И я понял. И бьют очень крепко. Вот. Я говорю о 17 главе. Иван Гелепиан. Здесь запредельно ум не должен быть. Запредельно далеко и высоко. Могу только сказать. Аминь. Веришь. Перевозчики перевели правильно. Перевозчики перевели толкование Божи на 3 главных правильных правильных. И я должен утреться, чтобы убить. Хотя бы был не с собой. Я должен утреться. Нам очень трудно выйти вот из этого положения. Я говорю когда об этом. А как в чуже стране здесь нахожусь. Продолжать или хватит? Ты понимаешь, что за этим кроется? Ты к себе это примени. Ты веришь в то, что Бог говорит в 12.48. Просчитай еще раз. Я считаю это лично для меня. Это самые главные слова в Библии. Потому что если я в это не верю, мне в Библию вообще не нужно. Все остальное никому не надо будет. Я в воду буду гореть. В 12.48. Притом я сейчас говорю, никому не расположение. Я просто представляю, что мы на суде Божьем. Тела наши сгнили, вдруг воскресают. Ничего земного нет. Изгорит земля и все дела на ней. Все. Нему, жена, дети. Все это исчезло. У нас существование будет во Христе Иисусе. Какие? Вот допустим, у тебя дочка не верующая. Ну не верующая. Ну хочу, не хочу. Я с огорода все туда тащу. Все, что могу. Сын где-то там отступит, где-то даже пьяница. Ты со мной ему помогаешь. А как вечно тебе будет? Ты спасен, а они нет. Каково тебе будет? Библии не понимают, что Бог изменит чувства. И чувства будут такие, как у Бога к Нему. С презрением будешь смотреть с ненавистью. Бог вложен. Там не будет наше человеческое вот это. Потому что я его родила. Как-то помню, сидели мы на веранде. У батюшки там первый дом был. А Дуся, сестра, обняла мать, вот так сказала. Она мать посидела. Женщина, а ты чья будешь? Она говорит, да ты... А мастер-развойный еще раз спросил. Да это же Дуся. Это же ты и возраст. И наступает момент, когда... А кто ты такой? А потом вопрос зададим. А кто я такой? А этих возможностей было. Все кого-то боялся. Там что-то не так будет. А после никого не боялись. Они вышли и пошли. Я вот разгушляю, работаем, там строгаем. Слово сказать, завтра я прошу, кто может, подойдите нам еще, помогите строгать. Кожуру попутанную. И вот, если у тебя размышления никакого нет. О чем ты думал? О чем думал? Минуту за минуту уходит, и ты ни о чем не думал. Вот навстречу тебе идут двое парней, потеряешься. Я остановился, поздоровались. Вижу, что идут разговаривать. Скажите, братья, а о чем мы разговаривали? Не о чем. То есть он правильно ответил, он ни о чем. Ну все-таки, что вы? Ну вот, вы видели, что облака идут, да? А подумали, как они образуются. А один знает, другой нет. Вот береза. Береза, правильно. Куда она годна, давай перечислим. Я тебе задам загадку. У тебя ноготь есть? Есть. Скажи, ты чего нужен? Ноготь нужно по сарапать удобно там, и вошьи задавить. Я черплю какую-то виду, я не хотел, это так получилось. То-другое. Еще только нет, куда будет. Играет шамбальщик дать кому-то. Немякое это. Ну а главное-то, для чего береза нужна? Я ему все рассказываю, а кое-что они не знают даже. Так а для чего жизнь? И понимаешь, вот дальше, когда смотрит 37-й год враг народа, это враг народа, все расстреляли. Расстреливали священники врага. Да они враги народа, когда рассмотришь, людей не учили. Люди не знали царства небес, они самые лютые враги. Ого, а вложили эти устатые людей-то, судьи, прокуроры-то, тройки-то, кто? Перед Богом было. А гнений-то другого не было за то, что ты плохой или тунеядец, там поп, гриву отрастил такую, волосы длинные, гривой называли, безбожники. А ну дальше-то ты смотри, и вдруг открывается картинка. А теперь поворачивай, а как я к этому причастию? Вот тогда Слово Божие заговорило на разделение души и духа, составов и мозгов. И судит помышления, верение сердечное. Евреям 4.12. Вот. Вот отец Владимир едет в головину, у него встретиться лично, и главное узнать, как в настоящее время можно образовать общину. Не может ответить ни Ирис Мирок, ни Ирис Качок, самый заметный, ни Осипов. Никто не отвечает. А почему нет общин никаких? Нету. И он это прекрасно знает. У него, я сказал, у меня 37 миллионов посетителей. А у него 370 миллионов. Про общину не знаю. Где он спрашивает, нет никого. У него будут интервью. Вот это шахматы. Неоднократно туда ездят. Ты в мозгах дай направление, и ты будешь все время рассуждать и рассуждать. И это место. Я бы сегодня пришел, вот нашли здесь. Заново пересчитал. Мне так охота сегодня с вами прочитать Деяние 4 глава. Мы однажды остались. Вот тут Володя, Виталий Николаевич, еще кто-то с нами был, Сергей. Давайте Деяние апостолов считать каждый день. И читаем по стеклу. Под 28 глав. И мы нигде не нашли, что про нас было написано. Совершенно это не наша книга. Она главная книга. Показание Духа Святого. А почему? Мы закованы этим. Эту оболочку надо разрывать рано или поздно. И если выходит на волю глава, эту схожанулку, она не нужна ему. Думаю, ну, тебе легко было послать восстать против своих родственников. Дом разделится пополам. Христос это усыновил. Невеста против всех. Не потому что она злая, а потому что она уверовала. Вот есть фильм, такое искупление. Советую посмотреть. Он 45 минут про евреев. Как еврей обратился, его проповедует. И как вся семья против. Потом еще один обращается. Потом еще двое. А те, которые нет, они в растерянности. Что это? Ложь принимают. Ложь. Христос не мог быть христией. Он за себя не мог заступиться. И он вдруг проповедует и раскрывает. Крепешку эту ломает. И пока кто-то обожжен, эта рана ему обожженная. Что не возьмет в руки, все у него говорящие. Ну, кто видел искупление? Видели? Так? Для евреев составить не просто так. Евреи это не человек обыкновенный. Это евреи богоизбранные. Как Спиридон говорит, я впервые благовестник. Еврей обратился. Идем по Израилю. Он не может утерпеть. Идет он. Здорово, брат! Шелом! Он говорит там правильно все. А тот еврей. А я из России. А тот, о, брат, дорогой. А ты знаешь, Христос и Иисус, они сказали, это мессия обещан. Он от него сразу шарахается, как от прокаженного. Так что ж такое? Он не может понять. Для него не просто еврей. Услышал. А и мессия пришел для нас. Идите к погибшим овцам Израиля. Не ходите на путь язычникам. И евреи по-другому это воспринимают. Нам ничего не было русских обещано, кроме могилы. Ничего нет. Идолы, Нептуны, Перуны. А его мессия. Мессия, которому мы молились, приносили все чайные надежды. И вдруг он пришел, они не уверовали. Ну как уже не уверовали? Да брат, дорогой, да он умер за нас. Он пришел, вот это состояние наше, где-то здесь, рядом, вот за этим столом. Тогда вера твоя не будет духлая. Она заблокуркает. Мы источник запаха. Для них запах живителя на жизнь, для других запах вертоносный на смерть. В нас смерть и жизнь. А когда скажешь, ну как там, да мы же должны быть мирные, кроткие, наследовать землю. Что ты наследовал землю? На кладбище только. Ты вспомни, сколько людей, которые землей нахнут. Мы сидим в четверти. Четыре категории земли. У тебя с работы идут? Володя со мной идет один. Я говорю, четыре. Мы идем с работы. Вторая смена. Никто не решает. Я рассказал, первое, когда летели, птицы поклевали. Он много раз его слышал. Тебе относят они ее. Я все помню. У меня не поклюешь. Ну ясно делается. Я тогда второе говорю. А быстро умеровал? Похоже, но нет. Я, у меня глубоко вера. Там корень засох. Я его до четвертой нашел, когда 30-60. Ну тут меня нет. Опять снова. Он не может себя определить. Какую категорию себя. И к первой не относятся. Остается две. Вторая и третья. А то умеровал, да он прямо все воспринял. Нет покаяния истинного. И не курит уже, не пьет. Работает прекрасная. Но он понимает, что не хватает главного. Пошел. Вот от Иоанна Местникова. 12.48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Двоеточие. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот кто не верит в это? Слово, которое, он говорит, оно будет судить. Судей, которые судят адвокаты, это люди абсолютно бессовестные. Ему параграф. И он ничего не может сделать. Я пришел в краевой судья, генерал-майор, ну, Виктор Иванович сидит, Пашков. Он говорит, вот сейчас только был мужчина, сидит и плачет. Я, говорит, работал всю жизнь. Квартиру тогда давали-то не каждому. А дочка вышла замуж. Он мне не нравился. Говорит, ну, куда денежки? Прописал у себя. Живет, говорит, ребенок. Сейчас ее оставляет. Квартиру пополам. Мы остаемся ни с чем. Вот, судя говорит, я понимаю, что статья гласит, надо делиться. Он прописан. Понимаешь как? Он поступает не по совести, а по параграфу. А по-другому-то и нельзя. А совесть-то разная. Вот показывает сейчас, во-первых, все оботлонение по базару, и идет Кадий. Кадий – это судья, мусульманский. Ну и люди торгуют, чем подходят к двое. Так, это у тебя что за сандалии? О! Он еще не знает, что это Кадий. Это из буйволовой кожи. Носить, не сносить. Он, который с ним приближен к судей. Он говорит, посмотрел. Говорит, это из сиящей кожи, говорит, она на три месяца не хватает. Тут видишь, что знаток беседует. Итак, ты эту дрянь продаешь по полной стоимости. Люди будут недовольны. Товар без конфисковать. А его самого, к базарным воротам, прибейте за уши. Он орет, виноват, не виноват. Все, прибили. Он в сонный день не может дернуться. Он сразу же идет. Дальше подошел. Хлеб пышный. Все. Говорит, когда хлеб пьем? Сегодня утром только, вот так положок поднимают, то они там на вену-то лежат за плесеньем и сядут. Вот как Валан говорит там, рыба продается, вторая свежесть. Он говорит, и может быть вторая, рыба только первой свежести. Вторая-то тухлая где-то. И он, а это зачем-то? Ну, он понимает, вот столько-то, сколько-то. Из какой муки? У тебя просто половина там. Не разобрал. Так. Пороть его сейчас же. И его на площади, панками там. И по дешаку пожаловали. Студию вызывает. Он стоит. Кази, такое было-было. Где ты такой взял жестокость? За уши прибивать. И тот другой, ты, судья, ты что делаешь? Ты народ против меня поднимаешь. Он говорит, ваше величество. Ваш отец принял вот эту конституцию и повелел, чтобы Кази исполнял. Я ее исполняю. И цитирует ему. Ну, а там же не написано за уши. А тут я уже укажу совесть свою. По своей совести я вижу, я вот четвертый раз предупреждаю, народ обманывает. Подешал, сразу помял. Вот это судья. И пишут, нам бы православным таких судей отзывы пошли сразу. Понимаешь, это не наш, он не фильм, а как бы фильм. Такой, маленький где-то. А это мусульмане, мусульмане, они очень строгие. Нам бы нужно такое судя, чтобы Роспотребнадзор взятку сунули, и все, за первый сорт пошло. У тебя новый обещатель, новый электросчетчик. Сейчас они на дубе пропустили. Менять. Да у меня новый. А уже пропустили. Он заплатил там 15 миллионов. А 250 возьмет. А вот теперь найди, кто там голосовал. Вот Дума сейчас распустили. Дума. И ничего не пострадает. А у каждого зарплата не меньше 500 тысяч. Зачем? Показывают видео заседание, а так вот раздвинутый, один спит, там второй ползал, пустырь, и кого нет. Просыпается, когда Жаревновский выходит. Он начинает их трепать тогда. Ну хоть получаете-то за что? За тем, чтобы проголосовали за любую подлость. Только за это. Войска в Украину проголосовали. Но наутро уже подвиент, которая по договору была, подняла. Решение президента было Путина неправильно. Снять это. И сразу сняли. Войска в Украину не пошли. У нас закон вечный. По нему Бог будет судить. Я про него говорю. Если ты это веришь. Почему же ты лукавый такой? Почему ты все время ищешь покой своей душе? Да везде все проросло. А ты начни первый. У Еврея было такое. Господи, такие выросли. Кто пойдет первый? Он говорит, вы пойдете первые. И когда, когда ветер тут в ветвях зашумит, вы пойдете первые. А за вами, за вами этот. Не пойду, если не пойдет Демор. Он говорит, пойдет Демор. Но слава будет уже я и не вам. Да не надо, слава лежу была. Она пошла и как лавина хлынула. Там бежал военачальник разбитый. А на границе жила женщина одна. И она пригласила его. Она не знала ничего. Когда он напился молока с усталостью, она подошла, пол вставила и молотом ударила по виску и проколола. Погоди нагнали, а он мертвый. Слава кому, женщине. То есть ей открыто? Мы должны знать, кому это слава будет. Ты, может быть, первый прорубит эту. Не прорубишь никогда. Мы знаем эту запасность. Болото застывшее. Не суди так. Ты Богу доверишься. Я сегодня хотел бы коснуться четвертой главы Деяния. Пока считай. Живите на огне. Пока тот огонь не разгорелся. Шестой, восьмой стих. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили слово Твое. Ныне разумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им. И они приняли и разумели истинно, что Я исшел от Тебя и уверовали, что Ты послал Меня к толкованию. Господь хочет утвердить две мысли. Одну, что Он не противник Отцу, а другую, что Отец хочет, чтобы они веровали Сыну. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. Еще раз повторю. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. А я верую, а Писание не сохраняешь. Обман. В обмане плывем. Кто-то один раз все идет. Вот, слушай, это дело. И выйди оттуда другим. И никого не бойся, кроме Бога. Ни один боязливый Писарство Божие не войдет. Это обман. Это что сегодня в церкви придумали. Я тебя не прищащу, ты издохнешь под забором. Это поповские бреди. Нигде Писания этого нет. Бог не будет судить за причастие, что он мне не дал. Его Бог будет судить. Вот прокаты уже проведены. Жития святых говорю. Так что в затылке язык было видно. А за что незаконно отвечало. Я могу привести примеры прямо из подимителя Ростовского. То, что касается потеряю. Я тут смотрела. Я могу нарисовать эту картину. Считаю. То есть Писание запятая закон. Точка. Ибо Писание развещает о Христе. Ныне говорит, ученики мои узнали, что я не имею ничего особенного. и что тебя и что тебе я не чужой. Но что все, что ты дал мне, дал мне в дар как созданию какому-нибудь. Ибо это не приобретено мною. Есть от тебя. То есть принадлежит мне, как сыну и лицу властному над тем, что принадлежит отцу. Откуда же узнали это ученики мои? Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. То есть из моих слов, из моего учения. Ибо я всегда учил их тому, что есть от Отца. И не только этому учил, но и тому учил, что я исшел от тебя, и что ты послал меня. Ибо во всем Евангелии он хотел утвердить ту истину, что он не противник Богу, но исполняет волю Отца. Комментарии. Почему развитие церковной жизни православной церкви пошло не по Слову Божьему, а через бесконечное наслоение вымысла? Какие силы были положены на то, чему нет никакого продания в Библии? Если на священнике нет и Петрахиме, поручей или еще чего-то, все остановится, служить нельзя. А Библии нет тысячи лет, и все строгости, какие Бог высказал относительно Слова Божия, все угрозы, касающиеся сокрытия хотя бы единого Слова в Священном Писании, все это переложили на богослужение, от которого теперь нельзя ни отнять, и ни прибавить. Я комментарий даю, отчеркнут и другим шрифтом, я не толкую, а то, что впереди было сказано, я показываю. Священник ни проповеди не говорит, и никто его не спросит, нигде, нормально. Но если сединочек посвящал, и умираем, где-то бабка, которая и в церковь-то не ходила, и он, непонятно, не причастит, могут решить сами. Но явно дело, что это совершенно другая религия, не наша, не Христова. Спрос только за Слово Божие за возрождение. И это во всей территории земного шара такая практика. Дальше. Чего проще было бы сегодня собраться все вместе, даже в одной парке, когда священники съезжаются на исповедь, и каждому бы из них поставить вопрос, верят ли они в Бога и Слово Его, проповедуют ли чистые Евангелия. Вот, и епископ, здесь был Максим Дмитрий Парнаули, и в крово опускает крест. Фотография. А я написал, епископ Максим верующий, вопрос больше ничего. Ой, как тут подняли, как друг другу этот фисун, Сергей, все смеются, пока... А что я сказал? Верующий он или не верующий? Или вопрос снять нельзя? Не добавил, не насмеялся, не рога не нарисовал. Просто это... Мой епископ Максим верующий. В моей фотографии напиши хоть сто раз верующий не верующий, я отвечу, верующий. Почему их так трогает это? Еще не суда Божия нету, а это написано, мы должны каждому друг другу вопросы задавать в твоем Писании каждому требующему отчета дать ответ скрозный благоговение, требующий отчет вашему упованию. Зачем это написано? Там не написано, с епископа нельзя спросить. Ты можешь подойти патриарху и сказать, ты веришь в Бога? А что ты меня допрашиваешь? А ты сам-то веришь, а должен ответить да, я верую. И веришь в то, что Бог будет по слову Божьим? А что ты меня допрашиваешь? Да еще не допустят, даже спросить-то не дадут. Сейчас в интернете буквально она просто портит ручку, отнимите, она не рисует еще, отними ручку. Не надо трогать. Патриарх Алексей Второй не пользовался большим уважением, но такой ненавистью, презрением, как Кирилл, еще ни один патриарх не пользовался. Интернет буквально весь заполнен. Когда эти часы 300 тысяч там евро что ли отобразилось его взяли, часы убрали, а фотографии поставили тысячи часов. А цвет, который они давали, часы-то оставили здесь. Ну это, конечно, на сбор отразилось, а на зеркальное стало, а на нашем еще не отразится, только то, что бегали по нему. Хороший отгонцы. Так, Ирина создает вымысли человеческие способны. Неужели нет ни одного прозорливого христианина, который мог бы так поставить вопросы, и нелюбовь ко Христу в Библии определить как духовную гибель и за все, что было говорено вопреки Слову Божию на всех наложить анафеми. Апостол, почему так написано? Это вы привыкли. Стейки, разим, анафема. Имерики, Пугачева анафема каждый год считают. И Стейки, и разим нет. Прокург и все, по всей день. Записыв сгарок. Мазепин предал в Украине анафема. А в Библии написано, кто не любит Господа, анафема. Не любит Господа, анафема. Второе, Галат 1,8. Если будет говорить и то, что мы написали, даже ангел анафема, анафема-то на нас все идут. Не Господа, не знаю, где Тесаня. Но один раз все посложились, поскорми их, ребят, ты увидишь, что там у тебя покажется-то. Под этой щешуей-то. Апостол Павел клятвы и страстными угрозами за изменение истинного благовестия грозит даже небу и всем апостолам своим соратникам. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. Это ты повторяешь. Так, а что апостол Павел говорит? 1 Кориффином 16,22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран, афа. Ну вот зайди сейчас, Господа. А при чем тут Господа? Я Божью Матерь свечку поставила. У меня Нина с Батерью нашла, где Нина там в Покровском соборе поставила. Господа любишь? Я не знаю. Спроси Господа, любишь, а ты чем тут Господь? Я все праздники справляю. Все у нас покрещено, то есть мощено, не крещено. Вопрос вообще непонятен. А Иисус спрашивает трижды, любишь ли Меня? А если любишь, то не сиди на месте и не проповедуй посе овец моих. Вторично уже воскресший Христос на берегу моря спрашивает любишь ли Меня? Господи, ты знаешь, что я люблю. Посе агнцам моих ягня, то есть той, к которой обратились. И третий раз, когда Петр опечалился. То есть Иисус задает вопрос по-русски это нельзя заметить. У нас слово люблю. Люблю картошку, люблю жену, люблю Бога. А по-гречески там другое. Три слова разные. Иисус спрашивает его, любишь ли готов ли за Меня жизнь отдать? Он говорит, да, ты мне нравишься. То есть ты хороший, как Владимир Высоцкий. И когда до Петра доходит, что он спрашивает от этого Матенту Господи, ты же все знаешь. Я весьма опечалился. Мы должны проникнуть. Почему трижды спросил? Почему меня ни разу никто не спросил, люблю ли я моего Господа? И что я делаю для Господа это делаю? Не то, что я поскандалить охотно с кем наше хорошее отношение дай Бог сохранить. Но у меня вопросы есть, которые я хочу задать сегодня. И вопросы из любви. Потому что на суд Божий написано, пристанем по слову и он судить будет. И он сказал, я боюсь этого. Понимаете, атмосфера благоприятствует. И посмотрим, что из этого получится. Батюшка ушел зря. Вот его касаться будет. Дальше, давай. В Галатном послании первая, первая глава, восьмой стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовестовать вам не то, что мы благовестовали вам, да будет анафиг. У нас сплошь и рядом не то благовестуется. Мы уже подходим, священник стоять. Я про Пахросский собор говорю. А мы выше вещей на улице не покупайте. Только свои. Почему? У него они красные, желтые, зеленые. Там нет воска. Это мерзость. Она наполовину догорает, дальше ее в мешок переплавляет, заново продает. А отец Александр Бурвин восковой привез такую. Только смотрю, вот она уже лежит на боку. Я подошел рядом. И незаметен, лежу, опять потушили. Я вкладную подошел. И лежу, бабка в черном халате тушит и тебя стоп за рукой. Ты что делаешь? Ты оставил сключу, а ну все, бабка загинула. Так это в каждом храме воровство идет. А за деньги и за причастие не вернутся. Но к причастию подходишь, тарелка лежит, свечку. Батюшка как будто не смотрит. Ну вот набралась полная корзина, поплыла она опять туда и там ее опять продают. А товар эти деньги я это знаю, потому что я работал в церкви. Это как? Ну сказать-то можно отцу зачем? Есть святая десятина, заплатила и все. Десятину платить там или нет торговли? Где есть торговля, там и убери торговлю, десятину будем платить. Почему? Потому что одно с другим не соединяем, мой Господь, Город. Не можете сказать Богу и могу ей. Так, Галат вам опять 1 глава 9 стих. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафиг. И дальше. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. Кто не сохраняет Слово Божие, тот оказывается не верит и Христу, хотя бы и казался верующим. Вот этот комментарий, который я даю. Еще не добавляю, беру слова блаженного филакта и выставляю несколько раз. Священник читает Библию, прочитаю, да, считаю. А вот такие места, знаешь, такого нету. Я говорю, блаженного филакта, да, у меня есть. Я когда вот это показал, он говорит, а у меня такого нету. Посмотрел, есть. А я ему крупным шрифтом в W, в башку. И он тогда, в самом деле, а тогда как? Ладно, ты тебе не помог. Теперь смотри в этом рассуждении. Идеяние 4 глава. Мне уже надо задержаться и катать. Вот апостолов взяли и допрашивают, исселили они больного и дальше. Вот они говорят. Петр говорит, вот камень пренебреженный, любого имени нету. И дальше с 15 стиха. С 13. С 13. Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Ничего не надо. Ни академии не встречались, нигде с ними, с апостолами, но видели, что они были с Иисусом. Какой определитель? Видели, что мы с Иисусом? Нас видят люди, что мы с Иисусом? Или просто так мы шарлатаны бородатые? Если это написано, и они это увидели, и это подметили, и Дух Святой написал, значит, действительно они видели, и действительно они сравнивали, и они делали то, что Христос сделал. И видели эту смелость, готовность пойти наказать. А дальше что? Видя жизнь исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Обратился. И приказавшие им выйти вон из Синеприона рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что им сделано явное чудо, и мы не можем отвергать сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретили им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И призвавшие их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Вот они били их, заставляли и не говорили. Они послушали их, что дальше было? Ну и так понятно, там такая стелела с того же... Это не государственная власть, но государственная власть эти полисеи. Это было теократическое государство. И дальше-то что? Они пришли, ну как будем? Да что они говорят? Убьют, ясно дело, ременья как происходит. Я такой дом построил и все рушится. Никаких экскурсий никому не будет. Да не пойду я на это дело. Что спрашивается? Не с меня же начиналось. Дальше как я буду? И видят смелость их. И видят что будет с Иисусом. И преследование. Дальше Якова казнили. Петра арестовали ждут на утро казни. Ангел распахили двери. И он подпоясан и выскочил из тюрьмы. Есть загадка такая. Просили верили, а получили поверили. Вся церковь молилась о Петре чтобы освободить, освободить. А когда освободился рода постучала она вышла сказала ей не поверят. его завтра утром казнить будут. Там 16 человек охраняют. Они все спят. И 16 будут казненные. 16 Бог пожертвовал. Потому что все равно они не уверуют. И не зачем жить. Воздух портят зря. Понятно? Вот мы среди этих людей что бы мы сделали? А знаете это и расхищение имения ваше приняли с радостью. Расхищение имение это и дом и жена неизвестна где. Вот мы сейчас сколько но за это время как мы сидим полчаса человека три уже казнили. В настоящий момент христиан казнят. Это там в Фиопе. Показано как его бьют палками. Пинают его. Обливают бензином. Он сидит весь огнем пылает. Все снято. Сейчас видно как это. Дальше молодых ребят взяли. Ну видно там лет 17 18 20 все ходили в такую красную одежду и всех сосуд и там такие острые кинжалы как шило. И каждый который один ведет одному. Подводят все на колени становятся на берегу горя. Ставят в это место. Нож стоят одновременно все по ножу и у каждой все падают. И море показано как красное. Это сегодня сейчас нельзя показать как ребенка ты толкнул. А казнять всех это можно. И кто выступает на защиту выступает патриарх Кирилл. Такое гонение. Ого есть организация. Ну как то заступитесь. С детьми всех уничтожают. Ислам самая мирная религия. Самая мирная. Самая нетерпимая как пишет Адрес Геннадий Кваст. Андрей Кураев Самая нетерпимая если человек обратился к Богу и изменил его ты должен найти убить. В обязанность ставиться. В обязанность святых. А как это еврейский закон был даже лежащий на груди твоей скажут пойдем служить иному Богу да не пощадить его рука твоя. Они оттуда это взяли. Моисей прорубался так как Мухаммад. Показано было это сегодня. Экстремист Экстремистская Библия признана самая экстремистская книга. Семь народностей живут мирные люди написано беспечные. У тебя же беспечные мы живем ни охраны ничего нету. Итак пойди уничтожь всех. Женщин беременных разрубить. Быстренько проверить у гинекологов девушка возьми 40 гнезд держат ногти волосы и ты можешь смирить ее. Спать с нею. Это все написано в Библии. А как мы должны принимать? Принимать как есть. Это было от Бога. Эти народы жили себя. Они жили мирно у них все было отстроились уходили замуж. Ты считала так написано? И так перечисляя сей и сей и сей и сей и здесь что делать здесь? Они заглятили что делать? Вот они пошли этим путем. Они смотрят а голова в направлении. Что больше всего людей объединяет? Я сразу в местописание Христос пришел собрать рассеянных овец воедино. Правильно. Я весь истинная виноградная лоза выберет. Ну видели как растет смородина то другое. А как виноградная кисть? На шесте вдвоем несли виноградную кисть. Когда они соглядатые были. Так значит как слово сказать Карл Маркс ему было 15 лет кажется он написал на выпускной экзамене вот это место 15 евангелия от Яна виноградная лоза выберет пятерку получил. Это ученик на отличном все учился все знал защищал что а потом пошел все по другому уже. И вот здесь самое главное что Христос пришел собрать рассеянных овец воедино. И нас пришел собрать воедино. Мы были едины. Вот мы здесь едины потеряем. Что нас объединяет? Везде объединяет общее дело. Везде. Вот мы собрались шкурим как будто мы одна семья. Каждый подтаскивает другой сучки вырубает. Ну дальше некуда. Ближе ближе. Литургия. Что такое литургия? Общее дело. И ничто так не разделяет людей как литургия. Самое объединительное что есть на земле мы детям единого Бога. Из одной чаши защищаемся тело и крови. Сегодня она является самым разрушительным. Когда страшно как-то так. Очень просто. Почему нет родителей? Не знаешь? Приболели. 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 Как Павел говорил окошки. Присыпал. Он не говорит, что я их убил, задавил и засыпал. Я их присыпал. Приболели. На занятия пойти приболели. По комнате ходят, в туалет ходят. Идти на занятия приболели. Не приболели. Умерли. Это обман. А почему? На литургии ездят в себе. И Бог поставил обязанность не встречать себя. Вот Лера и сестра живет. Это Надежда Васильевна, а у нее сестра Нина Васильевна. Прекрасная женщина. Она всегда была с нами, улыбчивая. Там смотрит, как загорается осинка. Она такая восхитительная. Сейчас ничего нет. Бежу, она идет. Она умирела. Я стою недалеко от ее дома. Она сразу голову наклонила. И вот таким быком привлекнула. Не поздоровится ничего нет. Почему? Литургия. Я ей Бог поставил условия. У меня родная сестра. Здесь она пришли на колено прикладельные молитвы. Даже не снимали. Вообще не снимали. А ну хотя буду снимать. А ну как улетит. И она раз и вышла туда где у нас надписи есть. Я оттуда выхожу она уже отруна. Тут большое батюшка ватрул на углу куст березы. Она за него склонилась так стоит. Не надо отговариваться. Ведь людей тараканов делают. Это перед Богом. Бог делает как смел как лев ничего не боится. А кто восстанет? А я без причастия как? Нигде нету чтобы причастие спасать. Это нигде нету. Это выдумка человеческая. Причастие по правде когда ты испытываешь себя. А так образно сказать я больной кровь меня больная и кровь его оживляет меня. Кто не будет иметь в себе жизни не будущей. А мы не повернули все кровь. То если пьет я рассуждаю кровью Господней. А я рассуждаю батюшка сказал недавно. Да речь идет о голгофе не о чаши. Чего вы путаете? Кровь то с голгофа. Все изглащено. Это я говорю о самых близких родных. И им еще нельзя сделать. Если они как приедут они отходят после причастия даже полгода в себя приходят. Ни встречастия ни беседы но здесь ничего нет. Она заходила с в той комнате прячется. на земле священник превратил в орудие против души человека. Надо говорить об этом или не надо? А вот у нас кто бы не был у нас сейчас пришли сто старобрясов заходите с трещеных соглашенными они выходят. Это другой уровень. А они никаньяни. Мы никаньяни они. А у нас даже спросили никаньяни никто не знает что такое что староверы видят слово слышали. Вот никаньяни никаньянка она ничего не знает даже но этого деспотизма на душе человека не